Доброго времени суток. В этом видео я расскажу вам об установке программы для серфинга на сайте wbcd.com. В отличии от серфинга в обычном браузере, для серфинга в программе доступно намного больше сайтов. Также в программу встроены средства защиты от компьютерных вирусов и от появления всплывающих окон. Итак, для загрузки программы нужно зайти на сайт wbcd.com. Слева в меню услуги нажать ссылку софт и код и на открывшейся странице под надписью программы для серфинга нажать ссылку «Автономный установщик». Также для программы серфинга возможно понадобится установить Net Framework. Если у вас Windows 7 или более новая версия, то он должен быть установлен. А если у вас Windows XP, то лучше поставить Net Framework 3.5. «Автономный установщик» мы программу установки запускаем, нажимаем кнопки «Окей», три кнопки «Далее» и кнопку «Установить». Программа устанавливается в локальный профиль Windows и не требует административных привилегий. После установки программы мы можем ее запустить. Тут есть специальная такая галочка. Значит нажимаем на кнопку «Завершить» и программа запустится. При запуске программа начинает проверять обновления и вот здесь может быть ошибка соединения с сетью, если ваш антивирус блокирует программу. Чтобы это предотвратить, надо зайти в настройки антивируса и разрешить программе доступ в сеть. После того, как установили программу, нужно, чтобы программа нас опознала. Для этого нужно войти в меню опций и выбрать пункт «Аутентификация». В открывшемся окне нужно ввести логин и специальный код. Код находится на сайте. Для этого нужно войти на сайт, перейти по ссылке «Получить код аутентификации для программы серфинга» либо по ссылке «Софт и код». Они ведут на одну и ту же страницу. Скопировать код с сайта и ввести в программу. Затем нажать кнопку «Применить». На этом подготовка программы завершена. Можно нажимать «Пуск» и запускать собственно серфинг. Когда серфинг запустится, вы увидите свой IP. В том случае, если вы IP свой не увидели, либо какая-то ошибка внизу написана, то лучше обратиться в службу поддержки. Так, давайте остановим. Теперь давайте посмотрим другие настройки программы. В меню опции заходим в «Разрешение». Открывается окно разрешений. Здесь все настройки по умолчанию установлены так, чтобы у вас было доступно максимум сайтов. Но вы можете изменять. Значит, сайты, содержащие контент для взрослых. Тут все понятно. Сайты, воспроизводящие звуки, видео и прочий контент. Эта опция включает и отключает показ в программе сайтов, которые содержат любые флеш-элементы. То есть баннеры, видеоролики какие-то, игры и так далее. Синятие этой настройки запретит программе показывать флешки. И за счет этого можно снизить нагрузку на ваш компьютер. Но также это уменьшит количество сайтов, доступных в программе для посещения. А следующая настройка позволяет запретить загрузку сайтов, которые хотят скрыть себя от ваших глаз. Дело в том, что программа для серфинга может установить кто угодно. И сайты могут попасть на глаза не к тем людям. Поэтому рекламодатели иногда скрывают контент сайта. Настройка сайта, содержащий PDF, фреймы и, возможно, вредоносный код. Название, конечно, страшное, но ничего страшного в ней нет. Дело в том, что во фреймах часто загружается различная реклама, которую владельцы сайтов не всегда могут проконтролировать. И вполне возможно, что в этой рекламе будет размещен какой-то вредоносный код, который направлен на компрометацию браузеров. На эти сайты будет ругаться ваш антивирус, но, тем не менее, оставлять эту настройку, включенную абсолютно безопасно, поскольку в программе есть защита против запуска любых новых процессов. И даже если вирусный код будет загружен, он будет удален сразу же после перезапуска программы, либо при очистке кэша. Сайты с редиректами. Это сайты, которые автоматически перенаправляют посетителей на другие сайты. Например, это могут быть сервисы сокращения ссылок. Так что эту настройку также рекомендую оставлять включенной. Особый алгоритм скрытия программы. Когда вы нажимаете кнопку свернуть, программа серфинга становится полностью прозрачной, поэтому не видна вам. Но иногда на некоторых системах программа серфинга не становится невидимым. В этом случае можно отметить эту опцию, и тогда программа честно свернется и не будет вам мешать. Но без необходимости эту опцию также включать не нужно, поскольку она уменьшает количество доступных сайтов. Также для улучшения стабильности работы программы, она отправляет анонимные отчеты о критических ошибках на сервер систем. И если вы не хотите, чтобы они отправлялись, можно поставить тут галочку. И наконец последняя настройка, она позволяет программе показываться в панели задач, вот здесь вот. Это может быть полезно при серфинге в ручном режиме, чтобы программа не пряталась в трей. Так, давайте посмотрим теперь какие есть настройки автозапуска. Первая настройка отвечает за автоматический запуск серфинга сразу после того, как программа будет запущена. То есть вы запускаете программу и она начинает серфить. Вторая настройка записывает программу в список автозагрузки. То есть когда вы входите в Windows, помимо всех других программ, которые у вас там в автозагрузке записаны, и программа серфинга также запускается. И третья опция, она заставляет программу спрятаться сразу же после запуска. Вы запустили, она не показываясь вам, сразу сворачивается в трейдинге. Меню статистики. Тут можно узнать текущий баланс аккаунта. Также вы можете посмотреть последние сайты, которые посещала программа. Когда вы нажимаете на последние сайты, открывается форма, в которой написаны номера последних сайтов. Если вы нажмете на строчку с номером сайта, откроется форма подачи жалобы на сайт. В этой форме вы можете написать, какие правила нарушил сайт, если вы считаете, что он нарушил, конечно. И администрация будет разбираться уже с этим. Лог программы содержит отчеты об ошибках. Можно открывать его из меню, либо найти файл в папке с программой. Он называется log.txt. Вот этот вот файлик. В случае проблем с программой, лог можно прикрепить к письму в службу поддержки. Еще в программе серфинга есть ручной режим. Для его запуска нужно отметить соответствующий пункт в меню серфинга. И нажать кнопку пуск. В режиме ручного серфинга после просмотра каждого сайта требуется нажимать кнопку продолжения, или клик на контрольное число, совпадающее с тем, которое находится в середине картинки. Не буду это показывать сейчас, думаю там все понятно. Вот в общем и все, на что следует обратить внимание. Продолжение следует...